На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! В студии Никита Чебыкин и в начале коротко об основных событиях понедельника. Мне бы хотелось, чтобы хотя бы раз в неделю убирали конкретно наши территории. Претензии не по адресу. Управляющая компания показала жителям, где заканчивается сфера ее ответственности. Качель отсутствует, собственно, как таковая. Болтаются какие-то цепи. По городу это нередко на самом деле явление. Проверили на прочность. Специалисты департамента образования и жилищно-коммунального хозяйства оценили безопасность детских площадок. Кто прав, кто виноват. К нам в редакцию обратилась жительница 1-го микрорайона с жалобой на ненадлежащее обслуживание двора. По ее словам, он находится в ужасном состоянии. Надежда Никифоровна живет в 16-м доме уже более 20 лет. Последние несколько лет женщина активно борется за чистоту двора и микрорайона в целом. Она вспоминает, порядок здесь был только в далеких 80-х. Долгое время пенсионерка пытается добиться должного внимания от управляющей компании. Мне бы хотелось, чтобы хотя бы раз в неделю убирали конкретно наши территории. Тут очень много детей. Или какую-то площадку нам сделали, или что. Мы вообще брошенные. Деньги платим, платим, а никто нам ни за что ничего не делает. По словам жителей, качественные уборки во дворе они давно не видели. Редко подметают и редко убирают мусор. На газоне валяются сломанные деревья, песок и мелкие камни. Если что-то делают на придомовой территории, трубы или что-то, то потом никогда не облагораживают, ничего не засеют травкой. Вот песок остается, грязь все время. Ну, неухоженный двор очень у нас. Чтобы дворники хотя бы начали появляться. Технические приходили в подъезды, убирались, мыли. Нету ничего. Семечки постоянно в подъезда. За несколько лет у жителей накопилось немало вопросов к ЖЭУ-3. Но сегодня они узнали, что многие их претензии, как говорится, не по адресу. Согласно межеванию городских земель, эта управляющая компания обслуживает подъезды плюс газоны под окнами. То есть территорию до этой дороги. Все остальное, двор, детские площадки, относятся к землям общего пользования, за которые ЖЭУ ответственности не несет. Впрочем, управляющая компания не отрицает, что и им есть над чем работать. Главный инженер обещает, к началу отопительного сезона все недочеты будут исправлены. Делаем обходы ежедневно, смотрим, выявляем. Делаем приоритеты, что в первую очередь устранять, что попозже можно передвинуть. Так, к примеру, на сегодняшний день все наши работники занимаются ремонтом кровли. В ЖЭУ-3 убеждены, только объединение усилий жителей и работников жилищно-коммунального комплекса приведет к достижению желаемого результата. Юлия Британова, Денис Малев, телерадиокомпания «Юганск». Полицейские «Нефтьюганска» предотвратили хищение денежных средств из банкомата. В дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный пытался вскрыть терминал, расположенный в одном из остановочных комплексов города. В котором на тот момент находилось более 2 миллионов рублей, однако свой замысел не смог довести до конца и скрылся. А благодаря грамотным и оперативным действиям полицейских подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 25-летний житель нашего города. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Она предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. 3 миллиона рублей штрафа взыскано в России за необоснованный рост цен. Напомним, год назад ФАЗ запустила горячую линию для жалоб на стремительное подорожание продуктов. За год на неё поступило более 8 тысяч подобных сообщений. Чаще всего россияне жаловались на рост стоимости молока и сахара. Юридические лица Югры получат в аренду земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, без проведения аукционов. На такую поддержку могут рассчитывать бизнесмены, которые строят объекты социального или культурного, а также коммунального назначения. Либо объекты с объемом инвестиций не ниже 300 миллионов рублей и объемом налоговых отчислений не менее 5 миллионов рублей в год, сообщает пресс-служба окружного правительства. Правительство Югры приняло постановление, которое предусматривает ряд дополнительных мер поддержки для медицинских работников. Документ определяет перечень населенных пунктов, в которых отмечается нехватка врачей, в основном это терапевты и педиатры. В списке таких нуждающихся городов есть и нефтеюганск. Специалисты востребованных специальностей смогут рассчитывать на получение компенсации для своего переезда. В Югре подведены итоги конкурса специалистов в сфере туризма. Из стройки победителей двое нефтеюганцы. Это управляющий одной из гостиниц Сергей Андреев, директор местного туристического агентства Зоя Митакова. Они представят Югру на всероссийском этапе конкурса профессионального мастерства, который состоится в Москве. В августе пройдут аукционы на проведение сельскохозяйственных ярмарок. Ежегодно их посещают тысячи горожан. Главная цель местных аграриев – предложить северянам экологическую продукцию по конкурентным ценам. Каждый год фермерские хозяйства «Нефтьюганская» и сельхозпредприятия области представляют на субгорожан огромный выбор свежего мяса, рыбы, молочной продукции и, конечно, овощей. Цены на таких ярмарках не могут не радовать. К примеру, в прошлом году картофель можно было приобрести по 10-12 рублей за килограмм. Тогда как в городе цена варьировалась от 17 до 20 рублей. В рамках проекта «Покупаем Тюненской» город посетили более полутора десятка индивидуальных предпринимателей. Были и крупные производители – «Золотые луга», «Птицы», «Фабрика Пышминская» и «Тобольский молочный завод». Подобная выставка сельхозпродукции ждет нефтьюганцев в октябре. Пройдет она в закрытом помещении. Безопасное детство. Городская комиссия, в которую вошли представители молодежного общественного движения, специалисты Департамента образования и жилищно-коммунального хозяйства, продолжает оценивать состояние малых архитектурных форм. Напомним, конкурс на лучшую детскую площадку стартовал в апреле. Сегодня в планах комиссии осмотр 30 объектов. За ходом проверки следила наша съемочная группа. У нас в лоберии получается? Нет. Расцепить не получается, ага. Вот она, видимо. Как-то слетела. Оборванные цепи, облупленная краска и отсутствие мест отдыха – основные проблемы детской площадки у первого дома в 16-м микрорайоне. Ежегодно из городской казны идут огромные средства на поддержание малых архитектурных форм. Но идеальное состояние горок и каруселей после ремонта сохраняется недолго. Ломают всю эту красоту не какие-нибудь вандалы, а наши с вами дети. Снаряды, которые удалось осмотреть там, они в общем-то в порядке. Мы сейчас вместе с детишками прошлись и их осмотрели. Качель, да, отсутствует, собственно, как таковая. Болтаются какие-то цепи. По городу это нередко на самом деле явление. Несмотря на неисправности, комиссия дала объекту хорошую оценку. Всего выделили 9 критериев отбора лучшей площадки. Среди них нормы безопасности, благоустройство территории и наличие урн. Меня очень порадовало, что данный конкурс проводится не для галочки. Он на самом деле имеет очень решающее значение. Я сама молодая мама и для меня тоже он имеет свой вес. Существуют очень интересные критерии оценки. То есть это и санитарное содержание площадок, это и исправное состояние малых архитектурных форм, а также их наличие. Далее члены комиссии направились на площадку напротив городской поликлиники. Здесь состояние детского городка почти идеальное. Однако есть и проблемы, например, сломанная карусель. Проблему отмечают и жильцы близлежащих домов, однако утверждают, что положительных сторон у площадки все-таки больше. А карусель вот так, в той половине площадки, она все лето не работает. Здесь мне очень нравится, потому что здесь вот атрибуты, вот эти вот все, они для разных возрастов. И детки с удовольствием. Здесь бывает, мне кажется, больше всего народу. По результатам проверок будет названа лучшая площадка месяца. Городки с наихудшими оценками отремонтируют службы единого заказчика. В целом же, по словам представителей комиссии, все 70 площадок Нефтьюганска соответствуют нормам безопасности. Елена Волкова, Денис Малев, телерадиокомпания «Юганск». Чемпионат города по футболу продолжается. В минувшие выходные на стадионе «Нефтяник» были сыграны матчи девятого тура. В субботних матчах Су-905 вполне прогнозируемо обыграл пытьяхский «Экатон». Счет встречи 5-2. А вот ССК неожиданно потеряли очки в матче с Аланьей. В итоге это противостояние закончилось в ничью. Воскресные матчи подарили зрителям массу эмоций. Футболисты и Рененформ во второй половине встречи растеряли все свое преимущество, но в концовке собрались и все-таки дожали соперников из Пойковского «Атланта» 6-4. Пожалуй, главные эмоции кипели в матче лидеров Блика и Аби. Блик по-прежнему не теряет очков и в гордом одиночестве лидирует в турнирной таблице. По всей видимости, ОП и ССК разыграют оставшиеся медали чемпионата. Сейчас у команд поровну очков, но за счет разницы забитых и пропущенных мячей на второй позиции обосновалась ОП. Су-905 на четвертом месте, Рененформ на пятой строке. Оформив хэт-трик в главном противостоянии тура, Тегеран Гаджиев продолжает лидировать в списке бомбардиров. На его счету уже 19 забитых голов, на четыре меньше у Ивана Дудкина. На третьей позиции Михаил Спиридонов. На этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас в Нефтьюганске» и делайте новости вместе с нами. Звоните в будний 23 77 47. Всего вам доброго и до встречи в эфире.